Иду со свиданием, сейчас расскажу. Короче, договорились мы встретиться, я в Одессе, вот, и мне нужно было бы решить проблему с жильем. Вот, мы с ним встречаемся, короче, сидим в ресторане, кушаем, там, да, да, я ему тогда говорю, уже объясняю, что я ищу для себя серьезные отношения. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Для начала напомню вам, как обычно, про свой курс, как взаимодействовать с женщиной без потерь, на 4,5 часа в видеоформате. Ссылочка на него есть в описании, в закрепленном комментарии. Ребята, проходите, ознакомливайтесь, там все мои курсы, можете ознакомиться, просмотреть информацию, посмотреть видеотизеры, вот, и если что-то понравится, написать мне в личку, как пробивать женщину инстинкт, как вкладывать их в постель, как знакомиться, как не бояться, знакомиться там и так далее. И так далее, и тому подобное. Ссылочки все внизу. Теперь, ребята, Гэт, мне нужно было решить проблему с жильем, но я ищу серьезные отношения. Ну, это понятно, мы уже все поняли. Чаечка. Он такой, ну, я в принципе тоже, как окей, хорошо, типа, думаю, ладно. Мы сидим, значит, кушаем, выпиваем. Кушаем. Ребята, чаечка на свидание только кушать может все. Другого ничего не бывает. Кушаем, пьем, кушаем, пьем. Снова кушаем. Кушаем и пьем. Все. Вот, и он говорит, так что будем делать, типа, вот тебе же нужно там решить проблему вот это жилье. А он, короче, зерном занимается. Окей. Я такая, ну да. Он говорит. Чаечки может подкинуть зернышко. Поклюет. А-а-а-а-а. Где бы ты хотела, типа, допустим, там остановиться, я говорю, ну, где-то вот там, где я живу сейчас, типа, на Аркадии. Типа, типа. Не очень в материальном плане, типа, я должна ехать. Ребята, давайте с этого момента, даже прошлое не будем вспоминать, считаем слова типа. Только будет типа. Короче, в Киев. Вот. И он такой, где, 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 где? А давай, хрит, может, в отеле тебя, типа, поселю. Я такая, типа, в отеле. То есть, уже, как бы, вопросик, да? Мы едем, и он говорит, ну, мы же едем вот туда. Я говорю, а что за отель? Он такой, ну, мы едем же как раз вот туда. Я говорю, куда туда? Он говорит, ну, в отель. Я такой, короче, мне ручку раз на ножку. Я такая, это что, Арю? Он такой. А где, типа, чаечка? Ну, что ты? Ну, я до тебя дотрагиваюсь. Я говорю, ну, конечно, прикольно, но мне как-то не очень. Он такой, типа, почему? Что тебя смущает? Я говорю, в смысле, блядь, что меня смущает? В первую встречу ты мне ложишь, блядь, руку на ногу. То есть, попросить у него решить проблему с жильем на первом свидании, это нормально, а положить руку на ногу, это денормально. А, а, а где логика, что-то, я не понял, как бы, то есть, ну, объясните. Это, блядь, нормально, типа? Типа? Ну, то есть, я нормально сказала, это не так, типа, с таким лифтом, и, ну, с матом, и так далее. Короче. И он такой говорит, а чем мы туда едем в отель? Я говорю, едем в отель? Я говорю, в смысле, мы едем в отель? Я говорю, мы не едем в отель. Чаечка, как не едем в отель? Ты хотела решить проблему с жильем? Тебя везут в отель, в чем проблема? На часик. На часик-то решится проблема с отелем, точнее, с жильем, а? Что тебе не нравится, Чаечка, ну? Он такой, а, да, может, мы поедем? Я говорю, нет, мы не поедем. А он такой, а давай тебе заплачу. У тебя же, говорит, там проблема с жильем, да, вроде? Я говорю, да, но я говорю, наверное, откажусь. Такое предложение просто вот очень классное. Невозможно отказаться, понимаешь? Это какой-то ужас, то есть, если он такой весь бредный... Ты че матюкаешься, гляньте на этот стоп-кадр. Ребята, вообще говорят мне, что Саныч, ты мастер стоп-кадров. Иногда я с этим согласен, гляньте. Вы, типа, хотели бы, типа, решить, типа, ее проблемы с жильем, типа? Ну, потому что, типа, гляньте, типа, какая красавица, типа? Типа! Заманчивое предложение, Чаечка. Интересно, интересно. Сама сказала, сама сказала. Какой-то девочки, объясните мне, пожалуйста. То есть, я должна была сказать, да, конечно, хорошо. Это ужас. Если я что-то не захочу делать, я не буду это делать. Это просто какой-то... Я ему говорю, что мне всегда мужчины, типа, помогали. Им не ждали ничего. Типа, помогали. А что ты помогать мне не хочешь, типа? В отель он меня везет, типа? Не хочешь, да? Как это так? Это просто какое-то не... Не очень время, блядь, которое есть сейчас. Я не знаю, просто чуваки, край, блядь. Я тебе сейчас заплачу, и я решила, блядь, у тебя жильем. Напишите, пожалуйста, какие-то комментарии, потому что у меня, блядь, просто... Вот он, ребята, гляньте, я думаю, вот... Рабочий вид чаечки, смотрите, как на этот стоп-кадр. Ну, просто, ну, гляньте, ну, ну, все как надо сделала. Чаечка вот так вот нужно было и сделать в отеле. Ну, что, тебе сложно было или что? Решилась бы проблема с жильем. То есть, ребята, чтобы вы понимали, чаечка бомбит от того, что якобы ей предложили съездить в отель. Ну, понятное дело, там, что поделать, как бы, там, чпоки-пуки, шурум-бурум, туда-сюда. И она от этого бомбит. То есть, при этом она на первом свидании, вам подчеркиваю, на первом свидании не примнула попросить у него решить ей проблемы с жильем. Ребят, скажите мне, пожалуйста, вот, так скажем, к какому уровню людей вы можете помочь решить проблемы с жильем? Точнее, к какому уровню, с каким уровнем знакомства, что ли, не знаю, может быть, общение, да? Ну, на каком уровне должно быть ваше общение с человеком, чтобы вы ему оказали подобную помощь? Ребят, ну, в моем понимании, как бы, это, как минимум, наверное, там, жена, сожительница, да, ну, то есть, я не знаю, как бы, там, встречается с ней, там, и так далее. И то, при том условии, что человек реально попал в беду. Ну, там, деньги у него украли на вокзале, там, в аэропорту, там, потерял он что-то. Ну, какой-то форс-мажор. Ну, чисто по-человечески можно, да. Ну, естественно, там, родственники, там, сестра, брат, там, мама, папа, там, и так далее, да. Первое свидание, говорит, реши мне проблемы с жильем. И при этом она вас прям бомбит, возмущается от того, что я, как бы, ты что вообще попутал, мне ногу на коленку положил, ты вообще, что ли? Чаечка, а ты ничего не попутала, нет? Мне, говорит, всегда помогали, там, и так далее. Так и что, если ты оленяк встречала, так это ничего-ничего не значит. Допустим, ты сейчас нормального мужчину встретила. Ну, если честно, как бы, слушайте, я не знаю, там, что-то за помощь с жильем, конечно, была. Фиг его знает, там, какая сумма, там, маячила впреди, как бы. Если, в принципе, это стоило часа, так скажем, с ней, а может быть, там, нескольких часов любви. Может быть, и стоило, фиг его знает. Если, допустим, она там хотела, чтобы ей на местную квартиру сняли, как бы, да ну нафиг, слушайте. Я за такие деньги, ребята, могу, я не знаю. Я за такие деньги лучше бы отдыхать бы поехал бы, да, и там бы себе бесплатно чайчик бы нашел, да. Но, тем не менее, чайчики бомбят, ребята, бомбят. И вот, как это так, ты такие непристольные приложения делаешь, ребята, да. Ну, понимаете, чайчный мир так устроен, как бы, ты мне денежки давай, плати, хотя бы с тобой толком не знакомы, как бы. А, все касания, не, не, ты что, ты что, вообще попутал, что ли, или что. Это чайчики, ребята, это чайчный мир. У них это нормально. А, ребята, кому интересен курс, как взаимодействовать женщиной без потерь, может быть, там другие курсы вас заинтересуют, пожалуйста, проходите ко мне на сайт, ознакомляйтесь. Можете мне сразу в личку написать, я вам дам подробную информацию тоже. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, добавляйтесь ко мне вконтакте. Друзья, конечно же, ребята, ссылки все есть в описании. Прекрасного вам дня, великолепного, великолепнейшего настроения, здоровья вам, чайчик вам, ребята, не вот таких вот, чтобы вам попадались они, а нормальные чайчики, да, вот более-менее адекватные. Ну и всего самого-самого хорошего. Пока.